За состоянием Джейрахского заповедника глава Ингушетии и гости из курортов Северного Кавказа наблюдают с высоты птичьего полета. Из кабины вертолета отчетливо видно, где и что можно сделать в горах Ингушетии для развития туризма. Вот внизу под кабиной вертолета башенный комплекс Эгикал, а вот и замки Цори. Строительства одноименного курорта Цори, кстати, уже не будет. Руководством региона и курортов Северного Кавказа принято решение не строить здесь зимний курорт. Причина сохранить природу в этом районе в первозданном виде. По Цори мы там надо пропишать у себя и какой-то документ уже разработать вместе с курортом Северного Кавказа. Вообще Цори исключить из проекта, как даже перспективный. Вообще исключить, потому что если в Цори полезен, мы испортим сам район. По Цори можно продумать вопрос, а найти как вот Кушетов Башир, такого же инвестора, который мог бы там такую же базу сделать. Да, здесь как резидента его завести через войну. Да, там можно было сделать такое, но при этом, если там не будет нашей комитета по туризму, если там не сделать совершенную такую схему маршрутов советского образца и нынешнего образца, посещение этого места турцами, с ночевками, со всеми делами, то, конечно, эта база там тоже не будет иметь эффекта. Но надо подумать, что там может делать на этой базе. Из Среднегории и так далее, и так далее, и так далее. Если этого не будет, как вот сейчас Наталья тоже говорила, там надо, конечно, проработать вопрос, чтобы хотя бы в шаговой доступности для туристов, которые там гужевой, мото, вело, там, пещие, автомобильные, там, джиппери, там, и кто там. Ну, для них надо создать какие-то площадки, где они могут, там, по крайней мере, вот руки помыть, или что-то перекусить. А для этого тоже должны быть люди. Отмена строительства курорта Цори вовсе не значит, что не будет развиваться туристический кластер горной Ингушетии. Сейчас все внимание властей комитета туризма будет сосредоточено на совершенствовании другого курорта – Арымхы. Юнус Бегунович, большое спасибо. Значит, мы сегодня с удовольствием очередной раз находимся здесь, в рамках тех решений, которые были вами приняты на том совещании, где присутствовал наш генеральный директор компании Олег Сергеевич Горчев. Ну, мы, значит, планируя эту поездку, решили, как бы, комплексно подойти к вопросу, связанному, значит, с обеспечением туристической потоку, поэтому предложили генеральному директору компании Тестур с нами тоже быть в этой поездке. Компания Тестур, как вы знаете, является крупнейшим туроператором России, и на международном туристическом рынке. В этом году впервые компания начала работу, направленную на внутренний рынок. Сегодня компания Тестур сотрудничает с нами, и я надеюсь, что здесь, в рамках и того соглашения, которое в начале было, да, и вот в рамках сегодняшней поездки будет уже наработана какая-то, какой-то план действий, какая-то программа, которую в дальнейшем будем рассматривать. Первый визит руководства компании Тестур должен дать новый старт в повышении интереса к курорту Армхи среди российских туристов. Своей деятельностью турфирма занимается более 20 лет и имеет солидный опыт в организации туризма внутри страны. Директоров компании поставили перед собой задачу развиваться не так, как все туроператорские компании, не осваивать Черноморское побережье, не Крым, Сочи, а именно очень активно и очень серьезно заходить на Кавказ. Потому что Кавказ – это более динамично развивающийся регион, именно в туристическом плане, в туристической сфере. И наша задача, как вот тоже было сказано в представительстве Ингушетии в Москве, то, что полностью снять негативное восприятие Северного Кавказа и показать, что здесь, во-первых, можно отдыхать, во-вторых, хорошо отдыхать, и, в-третьих, отдыхать можно так, что люди будут захотеть вернуться обратно. Основный наш упор идет сейчас на две категории отдыхающих. Это те, которые уже еще в советское время съездили, отдохнули, и помнят, как все здесь было хорошо и здорово. И второе – это мы пытаемся сейчас создать позитивный имидж среди молодого поколения, поколения «Некст», в различных соцсетях и в различных средствах у них интерактивного общения для того, чтобы популяризировать именно кавказское направление. На совещании в Джайрахе прозвучали конкретные цели и планы по расширению курорта Арымхи и его продвижению не только внутри страны, но и далеко за ее пределами. Так есть план увеличить количество горнолыжных трасс с двух до десяти. На данном этапе, на этапе Арымхи-Юг, соответственно, у нас предполагается строительство четырехканатных дорог, восемь горнолыжных трасс, протяженность порядка 17 километров. В целом это полноценный курорт, который, безусловно, будет востребован. Глава Ингушетии отметил, что необходимо составить план-график пошаговой реализации политики развития и совершенствования туризма в Ингушетии. Сделать там уже сегодня расчеты, примерные расчеты. То есть этапность развития Арымхи, этапность, что первичная, что вторичная. Сделать расчеты. Какие расчеты нам нужны, какие средства нам нужны. И эти средства тоже разложить инвесторские и государственные. То есть инфраструктура, что те же очистные сооружения, те же дополнительные 3 или 5 мегаватт. Что нужно еще дополнительно все это сделать. Это раз. Второе, в том числе и посмотреть перспективу, саму логистику. То есть если мы это все сделали, трасса сделает это одно, а параллельно будет ли учитывать инвестор построить вот эти комплексы жилые, гостиничные, там еще какие-то вещи, чтобы туристам было где жить. Глава республики подчеркнул, что тема повестки совещания имеет серьезное значение для развития экономики и социальной сферы. По итогам совещания глава республики дал поручение и установил сроки их выполнения. Мария Местоева, Новости 24. Продолжение следует...